Музыка Ёлки в большом выборе имеются для продажи. Обращаться улица Николаевская, дом 10. Не удивляйтесь, с места в карьер мы попали сразу в декабрь 1913 года. А это значит, что самое время позаботиться о покупке ёлки для рождественского праздника. Итак, декабрь 13, улица Николаевская, ёлки, палки и всё остальное. Тихий девичий смех спрятан в беличий мех. И легко, и светло быть счастливее всех. Улица Николаевская, позже превратившаяся в Чапаевскую, центральной никогда не была. Но очень близко примыкавшая к центру, она жила кипучей и разнообразной жизнью. Здесь тебе и ёлки, и врачи, и репетиторы по самым разным предметам. Давайте прогуляемся по Николаевской улице начала 20-го столетия и поговорим о том, как она жила сто с лишним лет тому назад. Ну вот, например, на Николаевской 75 в сентябре 1913 года спешно продавалась стильная обстановка для кабинета, спальни, столовой и гостиной. Заинтересованных милости просим, а вот маклаков просят не беспокоить. Кто такие маклаки? Здесь всё просто, посредники. И вот их-то и просили на Николаевскую 75 не обращаться. Дескать, обойдёмся и без них. А вот совсем неподалёку отсюда, на Николаевской 80, ничего не продавалось. Но зато там с нетерпением ожидали того, кто найдёт и вернёт за вознаграждение белого пуделя баллонку. А мы тем временем идём дальше по Николаевской улице в направлении к дому номер 98. В разное время там жили самые любопытнейшие люди. А вот в сентябре 2013 года в квартире номер 10, помещающейся в этом доме, предлагали обеды в интеллигентной польской семье. Обеды стоили 12 рублей за два блюда и 13 рублей за три. Если что, вход в квартиру номер 10 со двора. Николаевская улица никогда не была центральной. В центральной не просилась и гирляндами себя слишком не украшала. Случайно распродавала стильную обстановку, разыскивала пропавших баллонок и кормила обедами. Кстати, и своё название она получила тоже от названия уездного города Самарской губернии, удалённого от губернского центра на десятки верст. От чужих глаз подальше себе спокойнее будет. А то вот ещё. Ротонда Рисья, крытая плюшем, почти новая, недорого продаётся. Николаевская улица, 134, квартира 3. Там же продаётся машина для стирки белья. Ну или случайно продаются две швейные машины компании «Зингер». Николаевская улица, 189, спросить ВЗ. И ещё о случаях. Случайно продаётся кухонная обстановка. Лошадь рабочая, 12 лет. Виолончель, мужское и дамское пальто и прочие домашние вещи. Осмотр с 11 до 2 часов дня. Николаевская, 189, между Симбирской и Александровской улицами. Парадный вход, второй этаж. Ну и напоследок. Субботинского завода «Матка» от Руслана и полковницы резвая. И жеревец чалой масти продаются за излишеством. Николаевская, 226, у Петрова. Швейные машины и другие машины для стирки белья. Рабочие лошади и виолончели. И всё это в рассрочку и оптом. Совсем почти задарма. А были и те, кто хотел совсем даром. Но уйти далеко им не удавалось. Многих хватали или на месте преступления, или недалеко от него. Так, например, в сентябре 1913 года проживавшая на Николаевской улице крестьянка Екатерина Николаева обратилась в полицию с заявлением о том, что из незапертой квартиры её дома неизвестно кем похищено 70 рублей денег. В этой краже она обвинила своего служащего, мещанина Василия Ивлева, который виновным себя не признал, но некоторыми неоспоримыми данными был улечён в этой краже. А вот жертвой другой крестьянки Анастасии Поляковой стала её бывшая хозяйка Екатерина Дарушкина, проживавшая на Николаевской улице. Сама Дарушкина знать не знала, кто похитил у неё вещей на сумму около 80 рублей, о чём и заявила в полицию. Но это, может быть, Дарушкина не знала, а сыщики знают всё. И очень быстро схватили похитительницу, которая в краже созналась и выдала вещи, которые были выданы потерпевшей. А вот и ещё одна очень похожая история, произошедшая на этой же Николаевской улице. Жила себе, поживала крестьянка Антонина Красавина. Однажды обнаружившая, что недосчитывается кое-каких вещичек. Об этом она заявила полиции. Полиция нашла воровку. Ею оказалась мещанка Александра Боровикова, которая в краже созналась и всё похищенное выдала. Мещанин у крестьянина, а крестьянин у мещанина. На перегонке и соревнуюсь друг с другом. Ивлеев у Николаевой, а Полякова у Дарушкиной. Утюги, сапоги и юбки. А улица Николаевская жила себе, поживала, в ус не дула и мотала на него всякое разное. Вот скажем, в июле 1913 года некто Чулков, проживавший в доме номер 27, заявил полиции, что в его квартиру забрались неизвестные злоумышленники, которые похитили пиджак, стоящий 11 рублей. Но пиджак это что? Пиджак это пустяки. Сосед Чулкова, мещанин Александр Яковлев, в ноябре того же года заявил, что у него неизвестно кем похищен теплый тулуп, стоящий аж 75 рубликов. Правда, произведенным дознанием было установлено, что тулуп потерпевшего был взят его женой, уехавшей к себе на родину, в село. Ведь вот случается же такая беда, что в дороге она этот мужнен тулуп обронила, а признаться в этом мужу не посмела. Потерянный тулуп был найден некоторое время спустя и доставлен потерпевшему. А вот еще одно приключение, которое произошло на этой же самой Николаевской улице. В полицию обратился крестьянин Ефим Исаев, заявивший о том, что его компаньон Поторский якобы представил где-то к протесту его вексель на 500 рублей. Я что думаю-то, ваше благородие? Объяснял Исаев в полиции. Как бы тут не случилось какой подделки, он Поторский такой с него станется. Опрошенный Поторский заявил, что в самом деле никакого векселя от Исаева он не имел. И если и говорил ему о протесте, то только для того, чтобы припугнуть его и сделать более сговорчивым компаньоном. Припугнуть я его хотел, ваше благородие, ей-богу, припугнуть, да видно, пересолил малость. А то вот, однажды летним вечерком на парадном крыльце дома на Николаевской улице расположилась компания из трех лиц, которая затеяла тут же игру в карты на деньги. Но вдруг дверь отворилась и в проеме двери показался околоточный надзиратель Бычков. Увидав его, компания вежливо обстранилась. Но Бычков не торопился уходить. Что это вы на моем крыльце затеяли-то, мерзавцы? Вы бы уж ко мне в комнату проходили, в карты-то играть. Игроки не знали, что им на это ответить и молча смотрели друг на друга. Но молчание молчанием, а бдительность есть бдительность. Вглядевшись в лица игроков, Бычков определил, что все они известны ему с самой неприглядной стороны и на всякий случай вызвал всех их в сыскное отделение. А там в результате проверки выяснилось, что один из игроков, крестьянин Семенов, уже давно разыскивался судебными властями Саратова. Вот такая вот случилась оказия. Хотели поиграть в картишки, да не туда присели. А то вот еще. 12 июня в 9 часов вечера ночной караульщик третьей части Малинин заметил на углу Николаевской и улицы Льва Толстого неизвестного мужчину, который был сильно пьян и едва держался на ногах. В руках у неизвестного была тяжелая канализационная труба. Караульщик остановил неизвестного и отправил его в участок. Там задержанный назвался Мещанином Погодиным 25 лет от роду. При допросе он сознался, что трубу похитил где-то на набережной улице от канализационной ямы. Похитил на всякий случай, а вдруг пригодится. Но не пригодилась, не успела. Лавка с бокалейным товаром и инвентарем спешно продается за 350 рублей. Обращаться улица Николаевская 45. Не желаете лавку? Ну тогда снимите помещение под любое заведение или квартиру. Здесь на Николаевской вам будет и комфортно и уютно. Ну вот, например, в июне 1913 года на Николаевской улице сдавалось сухое теплое помещение под склад вин, фруктов, масла и других товаров. Заинтересованных просили обращаться по телефону 382 и спросить здесь же заведующий домом, во дворе. А вот совсем рядом можно было снять две комнаты по 15 рублей каждая или сразу шесть комнат со всеми удобствами. туда тоже можно было позвонить по телефону 72 или обратиться к Капелянской. Ну и наконец, постоялый двор Волга на Николаевской улице с магазином и подвалом, оборудованным электрическим освещением и водяным отоплением сдавался на продолжительный срок. За справками просили обращаться непосредственно на постоялый двор. Это так же светло, как сиреневый снег. Это так тяжело быть счастливее всех. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова